Добрый день дорогие друзья! Был такой вариант улучшенной защиты Тараша Крамник вернул его в практику Много очень партий в последнее время Ну так у белых все время небольшой перевес Просто трудно что-то реальное получить Ну вроде бы Ну сделал Александра все правильно И пошла здесь Д5 Типичный прорыв такой Ну в общем что здесь получается Если черные эту пешку возьмут Тогда белым естественно нужно двигаться вперед И теперь быстренько пешка F То есть Ну в общем то черных Преимущественно на ферзовом фланге обесценено Особенно включением ходов А4 и А5 Здесь у белых действительно очень и очень неплохо Ну поэтому Чемпионка мира отказалась брать Ну вот в этом и дело Наверное раньше когда Подобные урода позиции встречались Можно вспомнить классические примеры Там Полугаевский, Тальба, Лапартия Потом Спаски выиграл Петросяна Однажды в их матчах Ну там как-то сразу вот в ответ на Д5 Сразу били А сейчас Ну я понимаю здесь Ситуация особенная Вот так Черные выжидают В общем Конь С4 было сыграно Наверное ход неудачный Скорее всего Черных был Прекрасный ответ И легко находимый Ферзь С5 Ну я не знаю Теперь и пешка Д связанная Вообще О каком преимуществе Здесь идет разговор Не о каком Черных отлично Ну вот сыграно-то было ЕД Ну теперь Конь взял пешку Вадья висит И белые выиграли пешку Ну кажется все Первая часть работы Выполнена Надежно был разыгран дебют Хорошие маневры В Миттельшпиле Ну вот теперь Давайте над этим работать Ну аж 3 Вот уже этот ход Мне показался Какой-то неуверенный Но все-таки С этой пешки на Д5 Ее так просто не провести Конечно в Ферзи Но обычно Поскольку фигура черных скована Надо где-то переключаться На короля Для этого Он наверное все-таки Аж 4 было Было более Принципиальным ходом Ну ничего Ладно Подумаешь Один ход Главное здесь Александр нашла Очень хорошую идею Замечательный ход Вадья Е4 Дело в том Что если черные возьмут Может же теперь Пешкой взять И еще подключать Ход Е5 В общем здесь уже Просто выглядит здоровая Здоровенная Я бы сказал Даже лишняя пешка Наверное Белые должны выиграть Но Зилвензи Он не спешит Разумеется Делает пока полезные ходы Но вот здесь Что сделал Александр У меня честно говоря В голове не укладывается И с такой прекрасной позицией Где черные Очевидно Ничем не грозили Можно было вообще Любой ход сделать Ну пойти Ферзи Куда-нибудь На Д2 Или на Ц3 Ну посмотреть Конечно Что черные Делать то будут Следующим ходом Вдруг она Меняет ладью И меняет Ферзей Идет в этот Ладей На Эншпель Который Ну вы извините Конечно Но перворазряднику Должно быть известно Что выиграть его нельзя В чем собственно говоря Идея всего этого Ну да Лишняя пешка Но Даже если бы У белых Была бы Структура получена На Королевском Даже если бы там Аж 4 Ж3 стояла Или пешка на Ф2 Ну все равно же Ничья с пешкой А Как она Наверняка Саша такое знает Пошла для чего Для того чтобы Еще 40 ходов Поиграть Ну она и поиграла Отсюда еще 40 ходов Ну Такое у меня впечатление Что все таки В начале матча С оглядкой С оглядкой Действует Действует Александра А на кого она Оглядывается На тренеров Ну у тренеров Работа Ей помогать Да С тренеров Конечно Спросят Если она там Провалится Но Тем не менее Матч на первенство Мира Это вершина Это мечта Каждого шахматиста И шахматистки Играешь В первую очередь Для самого себя Не для спонсоров Не для страны И даже Поэтому Нужно Немножко Саше Открыться И вот Такие вещи Чтобы потом Арапортовать Ну вот я там 80 ходов Играл И немножко Не хватило Но это Извините Разговоры В пользу бедных Ну вот Давайте переходим К четвертой партии Что там у нас Случилось Еще перед этой партией Можно было сказать Ну вот У претендентки Психологическое Преимущество Она давит Поскольку белыми Зювин Зюни Во второй партии Ничего не получил Ну вот После этой партии Выяснилось Что преимущество То есть Только уже Не психологическое И не в пользу Горячкиной Она Совсем наоборот Ну в чем Здесь было дело Ну опять же Выбор дебюта Снова был Навеян Идеями Крамника Вот этот ход Е6 Вместо того Чтобы слона В5 выходить Ну в общем Переводят партию В принятый Ферзевый гамбит С лишним Для белых Ходом А4 Который может оказаться Вообще Очень даже Лишним Поскольку Нормальные Расстановки Там Сферзь Д3 Там Слон Сюда И так далее Не получается Черный конь Стоит на Б4 Назад Естественно Пешку Двинуть нельзя Ну поэтому Белые ищут Другие пути Среди них Вот этот ход Д5 Ну обычно Д5 Пока черная пешка Б не двинулась Особенно Ничего не дает Но тем не менее Практическое решение Вот в стиле Карлсон Я мне кажется Уже говорил О том Что А может не говорил Ну сейчас скажу Что вот Женские шахматы Тоже очень Меняются Сейчас И Даже как и Мужские Они следуют За Карлсоном Ну вот полная Переоценка Ценностей Вот Ну не важно Никто не ищет Ни большого Перевеса Или там Выигрыша Главное Создавать Маленькие проблемки И посмотреть Как противница Будет их решать Ну в общем Вот в этом Вот в этом Весь смысл И действительно Такой ход Ну Комб4 Вообще-то Новинка Но Ну ладно Не суть Важна Но Б7 Белые бить не будут Там Ладья Б8 Правильный был ход Сделан Ладья Д1 И теперь Коди Е5 Игра принимает Совершенно Просто Форсированный характер Свернуть Уже некуда Надо бить Ферзь Под атакой Теперь такой ход Слон Е6 Ход Совершенно единственный Временная Жертва Качества Позиция Осталась Как-то Не очень приятная У белых Давление Сильно Ферзь расположен Это пешка На А7 Какая-то Висячая Ну Вроде бы Так Но здесь я вам честно скажу Ну я как Ну понимаете Ничего удивительного Как шахматист Старой школы Я бы конечно Смотрел бы Ферзь Д3 Ход Ну В общем Когда проблемы Возникают Когда под давлением Многие шахматисты Так вот Считают Что ну ладно Надо там Пешку отдать Чтобы соскочить Соскочить в Эншпиле Без пешечки Для этого есть знания Там Ладейных Эншпилей И так далее Здесь кстати Все не так просто Вот в этой позиции Наверное придется Ф5 играть Вот этот ход Неудачный Поскольку Белых Есть в воде И один И потом Слонце 5 Угрожает Мат То есть Надо открыть Все таки Королю пространство Тогда белые Играют Ниже 3 Ж3 Ж3 Ход плохой Почему Ж3 Ход плохой Ну потому что В такой ситуации Да черные даже так Могут пойти Тут уже нечего Рассматривать Тут уже эта пешка Слабая Вообще Королевский фланг Весь слабый То есть когда вы Пойдете в воде А2 А потом Побредете своим Королем Вот так вот Ну как вы только Придете на С2 Вам пойдут в воде Ф3 Если вы Ф4 где-то Пойдете Разумеется Будет атака С пешкой Ну вот Такого рода Вещи Ну в общем Нет здесь шансов На выигрыш У белых Я думаю Просто никаких Лучше конечно Пойти король Ф1 Пешкой Эти нельзя двигать Черным нельзя Давать зацепку На королевском фланге Тогда не так ясно Поскольку Вот на этот ход Есть у белых Замечательный ход В воде А3 Может Александр Все это видел И подумал Ой нет Сюда нельзя Потому что Тут действительно Проиграешь Вот так вот Возьмешь Шаг И теперь Такое Взятие И в возникающем Печном окончании Белый король Приходит В общем Куда-то приходит А потом Короля черного Постепенно Вытеснет Все таки Лишняя пешка Это играет Большую роль Белый там Королем Потопщатся С ц3 на b3 Потом вперед Потом еще вперед И выиграет Ну разумеется Есть другие продолжения Совершенно Не обязательно Играть с вон f6 Ну в принципе Ничью Вариантами Доказать нельзя Но вот Само направление Партии Вот такое На которое Многие шахматисты Наверное пошли бы Вместо того Чтобы Вместо того Что сделала Александра Она пошла H6 Ну сам по себе Но это занимает Что на первенство Мир Против карлсона Блестящее Вот Вот такими методами Защищался Упорно Ну все это Характер Там все это Замечательно Но Но с шахматной точки зрения Все таки Такая игра Выглядит ужасно Ну Сколько же Вы на себя Берете Чтобы потом Такие позиции Защищать С такими дырами По белым полям Это ужасная Печная структура Какие-то слоновые Могут быть проиграны Тут нужно Биться просто На каждом ходу И до конца Держаться Я не знаю Не человеческие Всего нужны А вопрос Зачем Ну в чем была Проблема Хода слонов Шесть Я не совсем понимаю Ну теперь Можно так Ну наверное У белых Все равно Получше Ну возьмут Там не знаю Б4 сыграют Ну Ну да Эти пешки На черных полях Но мне кажется Лучше же было так Ф6 Ну кстати Между прочим Вариантами доказать За белых Выигрыш Наверное Невозможно Хотя вот Один ход Прошел незамеченным Это ладья С6 Вот это был бы Сильный ход Наверное Здесь пришлось бы Посложнее Поскольку ферзем Невозможно вернуться Но разумеется Ферзь С7 Играть нет Ферзь Б7 Играть нельзя Поскольку Ладья Б6 Ну вот А если Бить И пытаться Отсюда выходить Так непонятно Еще куда выходит Пешку А7 Терять нельзя В общем Очень трудная Позиция у черных Ну как-то Стало полегче После этого Неточности Со стороны Зювензюнь Здесь удалось Ну как-то Стабилизироваться Особенно Аж 5 Был неплохой ход Ну вот Проблемы Проблемы Остались Возможно Ход Слонца 5 Был неправильный Я думаю Что Александра Уже думала Ну теперь Это точно Ничья В ферзевом Она все-таки Упустила Вот эту вот Идею Это сильная Идея Пешку на А6 И ферзя на Б7 Пришлось напряженно Считать Пешечные окончания Поначалу Вроде бы Даже как-то Все так Складывалось Но Сюю тоже Не была уверена Сюю тоже Не была уверена Что делать Вот Она считала Считала Но наверное Надо было Быстро хода делать Все-таки Не хотелось Светнот попадать Ну вот скажем Если бы здесь Король в 3 Она пошла Ведь уже грозит Переход в пешечный Тогда пришлось бы Играть ферзь Д8 Правда Ход хороший Поскольку на А7 Бить нельзя Там точно будет Вечный шаг Против такого короля То есть Нюансы Нюансы Ну на самом деле Было вот так Вот и Еще раз повторили Король в 3 Но вот здесь Саша поверив В надежность Своей защитной стойкой Пошла король в 8 Ход в общем говоря Проигрывающий Хотя сразу Все этим Не воспользовался Вот если бы Саша посмотрела Более Внимательно Не полагалось На противнице Что Ну в общем Скажем так Раз она не идет Значит там все нормально Но она первый раз Не пошла А потом может Пойдет Когда Особенно Когда поймет Что другого Все равно Уже ничего нет Если бы Александр Подумал Обо всем этом Она поняла бы Что Печни Такой Идти нельзя И нужно обязательно Пойти Ж5 Ну вот Какой-то ход Вместо того Чтобы взять Ну в общем Тут целая Какая-то Круговорот Ну в конечном Счете Ферзь Ну во-первых Это плохо Поскольку Белые двигают Пешку на Ф5 Создают Отдаленную Проходную Аш Потом Забирают На Ф6 Успевают Еще эту По дороге Забрать На Ц5 И Все равно На БС7 Проникнуть Можете Сами Все это Проверить Теорианты Ф4 Ф5 Неостановимо Поэтому Так было Сыграно Взятие Но теперь Король в центр Вопрос Такой Почему Оппозицию Не заняли Ну Дело в том Король Ф4 Но здесь Держаться Невозможно В глухой Обороне Поскольку После Хода Ф3 Получится Цуксванг Вокруг Этой Ф Пешкой Ф Ну Как угодно Самая Простая Линия Доказывает Бесполезность Сопротивления Хотя Белые Наверное Могли бы За пешкой Ц Пойти Более Серьезно Что здесь Король Д5 Здесь Вроде Посчитали Если идут Вперед Так Черные Проводят Свою Пешку Не так Просто Там-то Брать Не будут Вот этот Вот трюк Этот обход Короля Ну это Гениально По-своему Но Наверное Поэтому Серьезно Понадобилось Столько Времени То есть Два Раза Она Отклоняла Пеш Нэншпиль Наконец Пока Вот Она Это Не нашла Но Теперь Все Работает Поскольку Белый Король На самом деле Идет На Б7 А в Любой Момент Если Черные Играют Король Ц3 Ну в общем Белые По дорожке Это Забирают А потом Идут Везде Темпа Не хватает Можете Проверить Везде Не хватает Темпа На Ф4 Король Ц6 Прямиком На Б7 Черные Не успевают Пешки Ф2 Ну поэтому Был сыгран И сюда Теперь Очень познавательно Король Конечно Идет На Д5 Теперь Ждет Ну ждет Чего Размена Пешки Б3 На Пешку Ц5 Чтобы Вернуться На Б7 Там У черных Понимаете Доска Кончается То есть Можно Последовать Забил Королем Ну как Это Пойти Например Сюда На этот Ход Пойти Сюда Ну после Этого Хода Ну нет Жили Слева От Линии А Доска Кончилась Так Бы Черные Еще Выиграли Не Получается Ну попытка Так Удержать Оборону Но Обход Продолжается Оппозицию Не Держим Поскольку Поле Б7 Нет Пришлось Идти Куда То Сюда Так Очень Аккуратно Кстати Навы Белые И оппозицию Забирают И пешку Но если Пойти А6 То Конец Уже Близок Не за Горами Вот Вот так Пойдут Ну Теперь Ясное Дело Что Белый Король По Прямой Идет Пешка Ф5 Черным Делать Нечем Пошла Саш Король А6 Здесь Ну Надо же Какая Незадача Пришлось Еще Отступить Королем Подальше От Пешки И Теперь Брать Эту Пешку На На Очень Неудачном Поле Сдалась Она Поскольку Увидела Вот этот Вариант Куда Угодно Белые Идут И Белая Пешка Проходит Шахом А значит Черная Вообще Не Проходит Ну Великолепное Достижение Настоящая Чемпионка Ну Было Немножко Таких Скользких Моментов Особенно То Что Она С первого Раза В этот Пешечный Не пошла Но Все Так Пошла А Саша Ну Ну Я Не знаю Как Тренером Конечно Решать Может Быть Сразу После одного Поражения Стратегию Менять Не надо Но Все Таки Слишком Академически Действовать Наверное Нельзя Ну Как Говорится Желаем Обеим Участницам Успеха Еще Много Борьбы Впереди Будут Еще Две Партии Сыграны В Шанхае Я вам Потом Об этом Довожу Ну Что ж Спасибо С вами Был Алексей Малинский